Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение книги Священного Писания и Бытия на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Сладков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета. Мы с вами рассматриваем 18 главу, с 1 стиха. «И явился ему Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, и возвел очи свои, и, взглянув, вот три мужа стоят против него, увидев, он, Авраам, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал, Владыка». Очень важный для нас здесь содержится текст. Здесь, говорится, мы видим, что являются три мужа, три ангела. Это прообраз, в общем-то, Рублевской Троицы в иконографии. Но Авраам здесь обращается к ним в единственном числе, говорит Владыка. Мы встречаем сразу указание на Святую Троицу в Ветхом Завете, когда читаем первый стих Священного Писания Книги Бытия, первая глава, 1.1. Первая глава, первый стих. Там сказано, как вы помните, с еврита звучит так, «Берешит Бара Элагим». Дословный перевод будет «Вначале сотворил Боги». Имя Элагим здесь стоит во множественном числе. Сразу указание на Святую Троицу. Далее, первая глава Книги Бытия, 26 стих. Говорится, когда Бог творит человека, то такие слова «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Бог к себе обращает множественное число, говоря «Сотворим», тоже указание на Святую Троицу. И здесь мы видим, что, как мы прочитали, «И явился ему Господь, он возвел очи свои и взглянул, вот три мужа, и обращается к ним, и сказал, владыка». То есть, здесь, видя троих, обращается, как к одному. В.С. Диоланский пишет по этому поводу следующая цитата. Авраам, охотно принимающий странников, верный Богу, неутомимый в таинстве, ревностный в служении, узрел образ Троицы и приумножил гостеприимство благочестием, принимая трех, но поклоняясь одному. Сохраняя различия лиц, он называет их единым Господом и, воздавая почесть трем, обозначал одну силу, ибо в нем говорило не знание, а благодать. И потому, что не учился он, верил сильнее, чем мы, которые учимся, ибо никто не подделал образ истины. И поэтому Авраам видит трех, но поклоняется единству. Он берет три меры лучше муки, как далее будет сказано, но закланывает одного теленка, веря, что достаточно одной жертвы, но трех приношений одного жертвного животного, но трех благодеяний. Конец цитаты. Вот такая удивительно емкая цитата Амвросия, святителя Амвросия Меделанского, разъясняет нам это событие, которое произошло у Дубрама Мамри, где Господь является Аврааму в виде трех ангелов, и к которому, как мы видим, снова и снова повторю, он обращается как владыка, как к единому Богу в трех лицах, но единому в своей сущности. Итак, еще что здесь интересно можно увидеть, что это была Дубрава, поэтому иногда некоторые люди обвиняют церковь, но особенно, которая склонна к неопротестантизму или к противлению церкви, обвиняют церковь в язычестве. Говорят, что якобы мы на Троицу, когда вносим какую-то зелень, березы, ветки, и некоторые вносят и дубовые ветки, что вот это язычество, это все поклонение стихии мира, ошибаются глубоко. Потому как в День Святой Троицы, внося в храм растительность какую-то, и те же березы, и какие-то ветки деревьев, и те же цветы, и мы хотим просто воссоздать ту картину, по образу того, як на небесе и на земле, из молитвы Отче наш, которая была и произошла с Авраамом, как сказано здесь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер во время зного дневного. То есть, мы хотим воссоздать ту картину, поэтому и вносятся все эти предметы, как там и Господь явился Авраам в Дубраву, то есть, вот в этой роще, в прохладе дня, никакого язычества здесь нет, наоборот, здесь скорее есть точное исполнение того, что произошло с Авраамом в явлении ему трех ангелов, про образу Святой Троицы. «И так сказал Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесу немного воды, и омой ноги ваши, отдохните под всем деревом, принесу хлеб, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь». Мы видим, что здесь Авраам оказывает гостеприимство. Как и сказано у апостола Павла, что некоторые оказали гостеприимство ангелам, когда, не зная, что оказали самому Богу, и служили самим ангелам, а думали, что человекам. Такое же гостеприимство мы увидим в дальнейшем, проявит и Лот, когда ему явятся два ангела. Апостол Павел об этом пишет, предупреждая нас и заповедуя нам, давая такое поучение о гостеприимстве, о странолюбии. Особенно это актуальная тема для людей мегаполиса. Нам не очень нравится, когда к нам приезжают наши родственники из деревни, еще откуда-то селятся у нас. Мы иногда отказываем им в такой заповеди, в исполнении этой заповеди, необходимой для нас, заповеди гостеприимства и странолюбия. Будем помнить, как говорит апостол Павел, что некоторые сами, не зная того, оказали почесть ангелу. Далее, 18 глава рассказывает о том, что здесь снова дается обещание Саре, что она родит Исаака, первенца, и что именно от Авраама и от свободной Сары, от его законной жены, произойдет великий народ. Там Сара внутренне рассмеялась, очень важный стих, Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» «И сказал Господь Аврааму», видим, здесь не говорится уже «ангел», «сказал Господь Аврааму». Прообраз этих ангелов есть прообраз Господа. Это Сара рассмеялась, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» То есть, мы увидели, что в 12 веке говорит о том, что она рассмеялась внутренне. Внутренне. Ангелы не могут знать нашего внутреннего помышления, не могут читать мысли. Только один Господь может знать помышление сердца человеческого. Ни дьявол, ни даже праведные ангелы, служащие Господу, не знают, о чем думает человек. Только Бог. Поэтому это еще одно указание на то, что явление трех ангелов, это было явление Господа Бога в трех лицах в едином существе. Итак, далее. Сара рассмеялась, и поэтому, есть ли что трудное? Да, вот здесь есть такое удивительное учреждение, 14 стихе, «Есть ли что трудное для Господа?» Мы говорили с вами, что невозможное для человека, возможно и для Бога. «В назначенный срок буду я у тебя, и в следующем году у тебя, у Сары, будет сын». Сара не призналась, что рассмеялась. И далее сказано, «Встали те мужи, и оттуда отправились к Содому, Авраам же пошел с ними проводить их». И сказал Господь, «Утаю ли я что от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий». Далее, в 18 главе, говорится о молитве Авраама. Авраам начинает молиться, слыша о том от Господа, от ангелов, явившимся ему, слыша о том, что Содом и Гамора будут уничтожены, он начинает молиться за жителей Содома, чтобы Господь не уничтожил там и праведников вместе с грешниками. Но молится он и за Содомлян, за этих людей, такого, в общем-то, ну, не надо объяснять, что такое Содомляне, такое слово нарицательное, как слово нарицательным стало Иуда, когда мы произносим сразу понятно предатель, как так и слово Содомит, сразу понятно кто. И обратились с тем уже оттуда, и пошли в Содом, 22 стих, Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь, и не пощадишь место всего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел, может быть, до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не проигневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там десять. Он сказал, не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Мы видим эту просительную молитву, настойчивую молитву Авраама, чтобы он не погубил и праведников, и грешников вместе. Он молится за всех, за всех и за вся, как и Церковь Православная за Божественной Литургией молится и произносит эти слова за всех и за вся, за всех людей. Бог желает спастись всем человеком, в какое бы состояние греха они не впали. Бог пришел и умер, и пришел спасти не праведников призвать к покаянию, а грешников, как он сам об этом и говорит. И вот Авраам, это прообраз Господа и Спасителя Иисуса Христа, настойчиво молится о том, чтобы Господь не погубил бы этого города, а если вдруг там найдется и праведник, хотя бы десять. Но мы видим, что Господь замолчал, что не нашлось там и десяти в этом огромном мегаполисе. Мы знаем, что молитвой праведного держится мир, но Авраам молится за всех. По этому поводу, что интересно, пишет свидетель Иоанн Златоуст, вот цитата. «Смотри, — пишет он, — какая настойчивость в праведнике! Он так усердно заботится о том, чтобы избавить народ Содомский от угрожающей ему казни, как будто сам должен был подвергнуться такому же осуждению. Вот я осмелился говорить, владыке, может, найдется там двадцать. Он сказал, не истреблю ради двадцати и ради даже десяти». И дальше свидетель Иоанн Златоуст продолжает. «Выше всякого слова и всякого ума такая благость Господа». «Разве кто из нас, живущих среди бесчисленных зол, произнося суд над подобными себе людьми, показал бы такое снисхождение и человеколюбие?» Конец цитаты. «Разве...» Ио свидетель Иоанн Златоуст говорит. «Разве из нас...» Еще раз хочется прочитать эти слова. «Разве кто из нас, живущих среди бесчисленных зол, произнося суд над подобными себе людьми, показал бы такое снисхождение и человеколюбие?» Конец цитаты. Действительно. «Мы даже помним, что ученики Христовы, не будучи еще просвещены Духом Святым, как они говорили, когда они приняли Христа и их в одном городе, помним, то они сказали, «Хочешь ли мы сведем гром с неба, молнию, и погубим, чтобы этот город погиб?» Господь их остановил, говорил, сказал, «Не знаете, какого вы духа?» Я пришел не уничтожать, а спасать погибающих, но потом утешил учеников. Сказал, если не примут вас в городе, то отресите прах с ног своих. И говорит далее, «Отраднее будет Содом и Гомора в день суда, нежели тому городу, который не принял вас». Это такое некое утешение для миссионера и для миссионерского служения, что если не принимают нас, нужно идти в другой город, а не сводить какие-то громы и молнии на этот город, не осуждать, а молиться за этих людей, которые не принимают Слово Божие. Даже за языков. Вот, например, в утреннем правиле есть такая ектинья. Если мы не срезаем правила, не упрощаем, в древляционном литвословии есть такая ектинья просительная. В утреннем правиле каждый мирянин ее читал. Если кто читает ее полностью, то читает и сегодня. То есть мы видим, что церковь рекомендуется нам в утреннем правиле молиться даже за еретиков. В церкви мы не можем молиться за еретиков. Мы не можем принимать записки от них, совершать проскомидию, потому что получится профанация. Они не в единении со Христом, как мы будем пускать отцу частичку, священник будет пускать в чашу омовения крови Христовой. Но в домашней молитве каждый православный христиан обязан молиться за весь мир и за еретиков в том числе. Мы видим, что молится здесь Авраам за грешников, причем настойчиво молится за них. Но это не значит, хотя эти слова звучат неким утешением для миссионера миссионерского служения, что отрести прах с ног своих, но пусть каждый миссионер и помнит другие слова. Кто дело Божие делает с небрежением, тому грех. И еще, все, что не делаете, делайте так, как будто для Господа делаете. Это не значит, что мы должны приходить, если нас не приняли, но мы должны как-то так пафосно фыркнуть и сказать, ну не принимайте, вот вам прах, и вам будет отраден, чем Содом и Гаморра. Предупредите надо. Некоторых, как сказано, и страхом спасайте. Но это не повод для того, чтобы совершать свое миссионерское служение как-то формально. Может быть, есть у кого такой соблазн или возникнет, не дай Бог, ссылаясь на эти тексты Священного Писания. Поэтому нужно об этом нам с вами знать и как-то друг друга предупреждать. И далее мы видим, что действительно Авраам, как мы прочитали в 18 главе, очень содержательно по своему объему и по насыщенности событий. Мы видим, что здесь явление Святой Троицы. Мы видим, что и снова звучит обетование Аврааму о том, что у него родится сын от той, которую он обещал, от цары. И мы также видим эту молитву, о которой святитель Авраам Златоуст так и говорит, что смотри, какая настойчивость в праведнике. Он так усердно заботится о том, чтобы избавить народ Содомский от угрожающей ему казни. Будем и мы, братья и сестры, молиться за людей, которые находятся в состоянии греха. Не просто устраивать пикеты или какие-то демонстрации против этого явления. Но не будем забывать о самом главном оружии, о самом главном, то, что есть у православного христианина о молитве. Потому как, помню, один человек, достаточно пожилой священник, монашествующий, так и говорил, что же мы все делаем, 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 делаем. Когда же мы молиться-то будем? Действительно, иногда есть такое, что там греха таить пренебрежение в молитвом предстоянии за весь народ и за грешников. Конечно же, за грешников в первую очередь молиться и необходимо. Будем помнить об этом, будем учиться у патриарха Авраама. Не пренебрегать этим, в общем-то, сильнейшим оружием, просьбой человека к Богу, которая есть у нас, для того, чтобы этот мир мог бы прийти в состояние покаяния и пополнить церковь Божию, для которой, в общем-то, Христос пришел, ради которой Он пришел в этот мир и умер за людей, как Он об этом и говорит, «Я пришел спасти неправедников и огрешников, призвать к покаянию». Вот такие вот уроки есть сегодня в этой достаточно содержательной и насыщенной по своим событиям, как я уже сказал, в 18 главе книги «Бытия». Продолжение следует...